В большом помещении гудят мельницы и вращаются огромные жернова. На одной из них перерабатывают корма, а на другой изготавливают дагестанский деликатес – горный урбеч. Работников или урбечеделов, как их называют приезжие, здесь всего несколько человек. Ахмед Муртазалиев – студент, учится в Махачкале, но каждое лето приезжает на мельницу, чтобы помочь отцу. Дело знает досконально, как свои пять пальцев. Говорит, что эти навыки передавались в их роду из поколения в поколение. Ее производили наши дяди, прабабушки, и от них мы научились это делать. Мы в интернете как бы хорошенько посмотрели, из чего готовится она. Но прадеды только в своих интересах ее делали. А мы посмотрели, чтобы люди ее еще покупали. Эта новая с виду мельница работает по старинным технологиям. Сначала орехи перебирают вручную, затем они обжариваются в той самой печи, над которой работал Ахмед. А после третий – заключительный этап. Обжаренные семечки, арахис и тыквенные семена засыпаются с сахаром. Отсюда из этого ящика они попадают прямо в водяную мельницу, где путем перемалывания мы получаем вот такой вот красивый урбеч. Так получается отличный десерт, который заменяет горцам и шоколад, и популярную на Западе арахисовую пасту. Продукция пользуется большим спросом. За урбечом сюда приезжают из Махачкалы и других городов Дагестана. Люди приезжают со своей продукцией, я им урбечу делаю. То есть исключительно все со своей продукцией, да? Со своей приезжают, да. В основном, бывает, кто на себе дома делает, бывает, кто на продажу делает, приезжают. В бизнесе, кто занимается. В месяц, по словам заведующего, они готовят по 15 ведер густой массы из перемолотых семян. Именно отсюда ледяная вода большим напором поступает в накопитель мельницы. Многие связывают особенность вкуса урбеча с охлаждением. Именно потому что эта вода ледяная, вкус необыкновенный. Река Ансалтинка – это еще одна местная достопримечательность, коих здесь немало. Она тоже принимает непосредственное участие в производстве десерта. Именно благодаря быстрому течению горной речки и стала, возможно, бесперебойная работа этого старинного сооружения. Кроме того, секрет вкусного десерта – это, конечно же, особенный горный климат. Все семена здесь экологически чистые. Не на словах, а на деле. Кадежа Хурбанова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Ботлихский район.